Уважаемые президиум, коллеги, выражаю благодарность за возможность выступить на вашей конференции. Данное сообщение посвящено консервативному методу лечения идиопатического сколиоза у детей и подростков с акцентом на использование корсета типа Шино. Актуальность. Современные корсеты являются активными ортопедическими изделиями, как уже было сказано с этой трибуны, которые обеспечивают трёхмерную коррекцию существующей деформации, препятствия дальнейшей прогрессии сколиоза. Недостаточный уровень знаний в области корсетного лечения. Деформация позвоночника является причиной частого негативного отношения ортопедов и корсетотерапии в лечении сколиоза. В мировой практике корсетирование уже более 30 лет является основным научно доказанным способом бескровного лечения промежуточных форм. Второй-третьей степени – сколиоза у детей и подростков. Использование корсета является единственным нехирургическим способом лечения, для которого существуют научные доказательства эффективности. Согласно рекомендациям Международного общества о изучении сколиоза, корсет Шино при идиопатическом сколиозе назначается в диапазоне от 20 до 50 градусов. По комбу на передней и задней рентгенограмме позвоночника, выполненной в положении стоя у пациентов, костный рост которых не завершён. С тестом Рисера менее 4. Почему 20 градусов является отправной точкой? Согласно исследованиям Лонштейн-Карлсон, у детей с незавершённым ростом, если угол деформации менее 20 градусов, вероятность прогрессирования порядка 20%. То есть из 10 пациентов у 2 сколиоз прогрессирует. В группе же пациентов с углом более 20 градусов вероятность прогрессирования скачкообразно увеличивается и достигает почти 70%. Поэтому пациенты, обратившись к нам, имеющие угол более 20 градусов, всегда об этом оповещаются и до их сведения доводят, что отсутствие назначения корригирующего корсета с большой долей вероятности приведёт к ухудшению их состояния и прогрессированию деформации. Естественное течение при деформациях, если в 12 лет деформация приравнивается к 40 градусам, через год уже это средние цифры. Это более чем четвёртая степень и выше. К 14 годам 74 и к 30 годам сверхтяжёлой формы сколиоза, которые при хирургическом лечении требуют длительных многоэтапных вмешательств. Механизм действия корсета при сколиозе, смещении позвонков, а также рёбер и таза происходит во всех трёх плоскостях. Помимо коррекции во фронтальной плоскости, адекватно коррегировать сколиоз. Это значит, его коррегировать также в сагитальной и в аксиальной плоскости. Корсет Шино позволяет вводить как раз трёхмерную коррекцию, стабилизацию деформации. Существует два направления в изготовлении корсетов Шино. Это гипсовая техника по гиперкоррегированной модели гипсовому позитиву. И современные компьютерные технологии с использованием технологии Каткам, которые сейчас активно внедряются. Мы сейчас начинаем использовать эту технологию в производстве корсета в Москве. Этапы изготовления корсетов с использованием гипсовой техники всем известны. Это снятие гипсового негатива, изготовление гипсового позитива и моделирование самим врачом-ортезистом гипсового позитива. Технологии Каткам, компьютерный дизайн производства под управлением компьютера, используются при производстве не только корсетов, но и других ортопедических изделий середины 80-х годов. Ведущие позиции среди европейских производителей с использованием компьютерных технологий принадлежат немецким специалистам Рамуни, Хеллицер и Клаус Нарду. Принцип работы данной технологии состоит из трех основных этапов. Первым этапом производится сбор данных о поверхности тела пациентов. Используется 3D-сканер. Помимо этого производятся замеры, фотографирование тела пациента и рентгенограмма позвоночника в положении стоя. Затем вторым этапом производится построение виртуальной модели будущего корсета. Это этап Кат. И, наконец, третьим моментом – это изготовление полиуретанового позитива. На основании полученных данных используется фрезерный станок с числовым программным управлением. Этап моделирования. То есть файл с индивидуальным корсетом направляется на фрезеровальный станок, который из полиуретанового позитива изготавливает позитив. Каждому типу сколиоза с характерной рентгенологической картиной соответствует определенной форме деформации. Принципиальное отличие данной технологии от гипсовой – то, что имеется стандартизация. Если при изготовлении гипсовой технологии форма корсета в конечном итоге сложно представить себе, как она будет выглядеть, то мы можем прогнозировать, как будет выглядеть корсет при изготовлении с помощью методики каткам. Там существует четыре основных формы корсета, и пятая форма используется при кифозах – реклинационный корсет. Для изготовления с помощью этой технологии, как я уже говорил, производится фотографирование в определенных проекциях. Данная информация вводится в компьютер, производятся замеры пациента. После моделирования информация передается на станок и производится вытачивание позитива, который затем блокуется. И с этого момента этапы принципиально отличаются от гипсовой технологии и от компьютера. Это приготовление позитива, затем блоковка и уже подгонка под пациент. У нас пока накоплен небольшой опыт использования данных корсетов. Цель исследования – оценить эффективность использования корригирующих корсетов типа шиноприлечения идиопатического сколиоза. Под наблюдением находится 35 пациентов, возраст пациентов 7-17 лет, распределение по полу 8 мальчиков, 27 девочек. Диапазон угла сколиотической деформации перед назначением корсета от 21 до 47 градусов, средний угол 32. Распределение по отделам позвоночного столба. Всем больным назначен корсет типа шино для постоянного ношения. На данном слайде представлены различные производители корсетов. Вверху – это немецкие формы корсета, снизу – это российские. На данном слайде представлен клинический пример использования корсета. Есть определенные отличия корсетов с использованием 3D-технологии от корсетов с использованием гипсовой техники. Это более выраженные зоны выхода. То есть, с противоположной стороны от зоны воздействия пилота, зоны выхода более выражены. Клинический пример использования при грудной деформации корсета. Необходимо также отметить, что обязательным компонентом корсетотерапии является лечебная физкультура. Все пациенты обучены специальной гимнастике из этой выборки. Оптимальным является гимнастика по методике Катарина Шрот, которая выполняется 5-6 раз в неделю, продолжительность занятия 40-60 минут. Дополнительный метод лечения – плавание в бассейне, лечебный массаж. На данном слайде представлены результаты. Средняя коррекция составила 37,5%, позволив уменьшить угол средний с 32 до 20 градусов. Через 3 месяца после начала ношения производится рентгенография позвоночника в корсете, на которой происходит количественная оценка эффективности корсета. После того, как пациент покидает ортезиста, он должен находиться на обязательном динамическом контроле. Каждые 3-4 месяца на консультации производится корректировка корсета. Корректировка может быть необходима, а может быть такой, что корректировка не требуется. В случае, если недостаточно зоны давления, то используются пилоты, внутренние вставки. Основной функцией корсета – это предотвращение дальнейшего прогрессирования, устранение патологического смещения позвонков, ребер и таза до физиологического состояния, создание нормальной симметрии тела, которое осуществляется при помощи давления на определенные зоны, активной коррекции деформации в процессе роста ребенка. Данная методика изготовления корсета также позволяет дистанционно изготавливать корсеты на расстоянии. То есть, особенность методики в том, что ортезные предприятия на местах, которые занимаются приемом пациентов, могут отправлять с помощью сети интернет-файлы с данными о пациенте. Затем производится изготовление полуготового корсета, он отправляется, и на месте уже производится подгонка, что упрощает для пациента процедуру корсетирования. Нет необходимости постоянно ездить в корсетный центр. Таким образом, эффективность корсетотерапии зависит от следующих факторов – личного участия пациента, время ношения корсета в сутки и степени коррекции в корсете, постоянной ежедневной тренировки мускулатуры мышц. То есть, два основных направления, о которых всегда мы говорим с пациентом – это соблюдение времени ношения. Время ношения должно быть в интервале от 18 до 20 часов. Свойства самого корсета – это то, что зависит от ортезиста. Коррекция должна быть не менее 30-40%. Если коррекция менее 30%, то это требует доработки корсета, корректировки его. И еще одно основное условие – это регулярный ЛФК. То есть, корсетотерапия в изолированном виде не существует. Обязательно требуется регулярное занятие гимнастикой для того, чтобы собственный мышечный корсет был в состоянии удержать ту достигнутую коррекцию в корсете, которая будет происходить после отмены. Использование корсета в шино при лечении сколиоза предвозвращает прогрессирование, снижает риск оперативного вмешательства, уменьшает угол искривления и улучшает косметические показатели. Благодарю за внимание. По поводу стоимости корсета. Стоимость корсета, разумеется, выше, чем по гипсовой технологии. Средняя стоимость в Германии такого корсета от 2,5 до 3,5 тысяч евро. Если речь идет о московском корсетном центре, стоимость корсета порядка 2 тысяч евро. Но сразу хочу отметить, что никто из пациентов практически не в силах оплатить такую достаточно высокую сумму. И поэтому активно идет работа с фондами, и благотворительные фонды берут на себя все финансовые затраты. Пациент не платит за изготовление корсета. Корректировка сколько? Корректировка вложена в стоимость корсета. То есть вы наградно берете стоимость, а потом уже корректировки все заложены. Насколько хватает от одного корсета? Да, еще отличительной особенностью корсетов с использованием моделирования является их более длительный срок службы, так как в корсете заложен большой потенциал корректировки. И в среднем, если нет интенсивного роста, пиков роста, когда ребенок вырастает на 10 сантиметров за год, то корсет хватает на полтора в среднем года. Если рост очень интенсивный, то на год, минимум на год. Но по нашим данным, корсеты с использованием гипсовой технологии приходится менять где-то каждые 6-8 месяцев. Если рост. Неправильно у вас сведения. Все то же самое. Илья Александрович, можно я отвечу Илья Александровичу? Тоже немножко. Мы начали некое сотрудничество по использованию данных корсетных технологий. И могу сказать, что достаточно эффективно и удобно. В каком смысле? Для нас сегодня мы развиваем наше репутационное направление в нашем стационаре. То, что у нас мы планируем разработку всех гимнастических процедур, и то, что совершенно удобно для наших пациентов. Мы отправили вот эти данные, получили оттуда корсеты, поставили. Сегодня приходила к нам утром пациентка, Илья Александрович ее осматривал, подсказывал нам, как вести себя в этой ситуации. Да, мы пока только учимся, пока только набираем опыт в этом направлении. Но я хочу сказать, очень удобно. И насчет стоимости. Для пациентов это абсолютно бесплатно. Вот для всех трех, которые были, абсолютно бесплатно. Что, как это занимает время? Ну, с точки зрения наших воронежских больных. Они приходят к нам, мы оцениваем ситуацию. По интернету определяем показания, посылаем снимки. Все вот эти данные, которые есть, сами смотрим. Корсеты изготавливаются по этой 3D-технологии. Единственное, что родители, если они не имеют возможности оплачивать, ну, ни один из них, конечно, не имел желания оплачивать такую сумму. Они тратят одну неделю на поездку в Москву, на собирание этих родителей, без ребенка. Вот. Ну, оформляют документы в фонде. И фонд оплачивает этот корсет. Совершенно правильно. Совершенно вот такая вот технология. Для нас она, для нас, у региона, я считаю, достаточно удобна. И мы будем ее, как бы, развивать и дальше. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ